И теперь мы даем слово последнему докладчику, Ансу Берзин, которая уже не первый год участвует в диалоге, но вот как-то пока мы еще не вполне, видимо, полюбили друг друга, хотя было очень приятно Анса видеть во всех комнатах, во время дискуссий и так далее. Но вот я надеюсь, что у него есть шанс объяснить, зачем в компьютерной лингвистике нужен иерархический выбор, точнее та метрика, которую он предлагает, и потом в комнате уже можно будет объясниться. Вам слово, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо. Любовь, конечно, дело тонкое. Ну и метрика тоже такое дело уже с математической точки зрения, не скажем, что тонкое, но ответственное. И, значит, идея была такова, что я занимался иерархической категоризацией диомов, да, в данном случае это разные латышские, латгальские, значит, говоры, и столкнулся с тем, что нужна экспертная оценка результатов этой категоризации. И фактически единственным способом, как что-то такое оценить, это просить экспертов вручную составлять вот такие дендрограммы, да, деревья, подобные тем, которые образуются при автоматизированной категоризации. И я проанализировал все существующие методы экспертной оценки, и они все, к сожалению, оказались ориентированы на другие типы данных, да, вот в основном на парное сравнение, на расположение на одной оси, на ранжирование, да, ну, то есть они к таким элементам были не предназначены, да, дендрограммам. И пришлось, значит, экспертную оценку разрабатывать самому. И дабы такой метод создать, необходим какой-то критерий оценки, сравнивания. То есть расстояние, лучше, конечно, если расстояние является метрикой, и вот заданное на вот этом пространстве. Так, кто-то меня тут это перебил. Да вроде нет, просто ушла презентация ваша. Да, а теперь видите презентацию? Пас вижу только. Ну вот, кто-то включил свою презентацию, и мне показалось, что он меня обрубил. Сейчас я еще раз. Нет, нет, я не вижу ничего, я бы отключил любую чужую презентацию, я ее не вижу. Вижу только ваше лицо, то есть все нормально, вы будете зашаривать экран. Так, нет, я и говорю, что кто-то включил на... Так, теперь вы видите? Да, все нормально, давайте. Так, и значит, значит, все, то есть я начал искать тоже метрики какие-то для такого рода деревьев, и, ну, как бы они применимы для таких объектов, но по своей природе они не соответствовали, как бы, ну вот, тому пониманию интуитивному, что для нас является более отдаленным, более приближенным, и поэтому пришлось метрику тоже разрабатывать самому. Ну вот, это определение, значит, расстоянием иерархического выбора, назовем деление объема разницы между множеством и множеством элементов всех нетривиальных выборов иерархической категоризации на количество нетривиальных выборов. Значит, в трех словах это так, вот если вот у нас набор языка, как мы его можем иерархически категоризировать, и, значит, получаем такие вот множество-подмножеств, и потом мы его можем упростить, и, в конце концов, мы получаем вот такие вот совпадающие, вот при разном подходе к одним и тем же данным, совпадающие по размеру множество-подмножеств, которые, очевидно, характеризуют то, что нас интересует, и если мы это поделим на число всех возможных подмножеств, тогда мы получаем вот как бы характеристику того, что нас интересует. И потом, значит, в статье доказывается, что это расстояние иерархического выбора является метрикой, доказывается, соответственно, по всем трем аксиомам Леммы, и потом из этого выводится теорема данная. Где это может применяться? Значит, как вот я сам это применяю в идеометрических задачах, это может в компьютерной лингвистике приниматься также в статистических парсерах, где тоже дендрограммы являются как бы на выходе, появляются и в семантической типологии. Но этим я сам еще не занимался, это просто вот какое-то как бы мое предположение. Ну, спасибо.